В эфире дежурная часть студии Раисат Юсупова. Здравствуйте и вот лишь некоторые темы выпуска. Мошенничество в крупном размере. Экс-главу Ботлиха будут судить за должностные преступления. Ущерб на сумму более 19 миллионов рублей. Глава администрации селения Салик Дербенского района подозревается в незаконной раздаче земель. Полтонны рыбы и больше 30 килограммов черной икры изъяли у браконьеров сотрудники ФСБ. Незаконный улов оценили в 35 миллионов рублей. Незаконный госконтракт на сумму более 1 миллиона рублей. Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении руководителя Центра занятости «Успех». 50 тысяч за отсутствие регистрации для владельцев дронов с 27 октября вступают в силу новые правила. Об этом и не только прямо сейчас. Экс-главу села Ботлих Магомед Расул Османова будут судить за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили следственные управления республики. По версии следствия, будучи на посту директора районного комплексного центра социального обеспечения в течение года с 2017 по 2018 он незаконно начислил зарплату своей супруги и матери. Общая сумма выплат по сути за непроводимую работу составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». На полгода отстранен от занимаемой должности глава села Каркмаскала в Дагестане. На чиновника наложили санкции за нарушение антимонопольного законодательства. Напомню, администрация сельсовета Каркмаскалинский должна была отменить результат аукциона по продаже земельного участка площадью 18 тысяч квадратных метров и расторгнуть заключенный по его итогам договор купли-продажи. Так как по решению антимонопольной службы Дагестана участок земли был продан с нарушением федерального закона о защите конкуренции. Но глава села Абжапар Хангишиев проигнорировал предписание надзорного органа. Поэтому был назначен штраф в 8 тысяч рублей, а затем и дисквалификация. Глава администрации селения Салик Дербенского района подозревается в незаконной раздаче земель на сумму более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Проверка показала, что он предоставлял участки в собственность в нарушении требований закона без опубликования соответствующих извещений. Так землю получили 17 человек общей площадью в 17 гектаров. В результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму свыше 19 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено следует уголовное дело о превышении должностных полномочий. В Ротульском районе 76-летняя бабушка в результате конфликта с односельчанками получила перелом бедра. Потерпевшая сейчас находится в РОТЦ Дагестана в Махачкале. Расследованием занимаются полицейские. Обстоятельства произошедшего узнал и наш корреспондент Кадыр Абдулазизов. Врач тоже посмотрела. Бабушка, сын терпела, это говорит. Я как терпела, я тоже не знаю. Перелом бедра и травмы поясничной области позвоночника, по заключению экспертов, возникли из-за падения с высоты собственного роста. Однако сын считает, что мать не просто толкнули. Прибежали, мы посмотрели, увидели страшную картину. Мою мать волокли за шиворот двое девочек, молодых соседей. И мать стояла напротив, и еще вот так за шиворот волокут, и поднимают об землю и кричат. Вставай, старая, когда не притворяйся, ничего с тобой не случилось, не умрешь там и так далее. Вот такие вот. По его словам, он был на гадикане, как вдруг послышались крики. Сельчане бросились на помощь. Они оттеснили нападавших. Потерпевшая была в шоковом состоянии. Бабушку доставили в районную больницу, где оказали первую помощь. Три дня ее нельзя было перевозить из-за тяжести состояния, объясняют врачи. После пострадавшую доставили в Махачкалу, в республиканский травматологический центр. В состоянии ее средней тяжести нам произведено обследование ее при поступлении и выявлено, что у нее имеется перелом, чрезвертельный перелом бедра. Вот сегодня, значит, мы все возможные анализы крови, мочи, кардиолог, все это самое сделали ей. Предполагаем, необходима операция. Надо остыть, вот это поломанные кости делать металлогом. По словам сына, все началось из-за двери в общий двор, в котором живет потерпевшая. У высокого порога Мамаевы поставили два кирпича, чтобы бабушке было удобнее переходить его. Однако, это не совсем понравилось односельчанкам. В пресс-службе МВД так комментируют произошедшие. В результате допроса всех фигурантов дела, а также свидетелей произошедшего, удалось выяснить, что факта избиения пожилой женщины не было. Установлено, что в ходе перепалки одна из них толкнула 76-летнюю соседку, в результате чего она упала и повредила ногу. Сейчас делом занимается следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Махачкале задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с применением холодного оружия. В дежурную часть полиции Махачкалы обратился 56-летний таксист. Он рассказал, что клиент, угрожая ножом, забрал деньги и документы. В его машину сели трое мужчин. Двое вышли в районе Северной автостанции. Третий попросил отвезти его домой за деньгами. Таксист заехал по указанному адресу, но оказался в тупике. Здесь пассажир приставил к горлу нож и потребовал отдать все деньги, которые водитель имеет при себе. Таким образом, он забрал 20 тысяч рублей, банковскую карту и паспорт. По горячим следам удалось задержать. Нападавшего им оказался 25-летний житель села Хаджалмахи, Левашинского района, который признался в садейном. В полиции по горячим следам в течение дня данный гражданин был установлен. Он житель Левашинского района. Доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И задержан по 91 статье Уголовного кодекса. Ущерб государству почти в 35 миллионов рублей. Задержана партия незаконно добытой рыбы и икры осетровых пород. Все это в результате совместной работы сотрудников погрануправления ФСБ России по республике Дагестан и у ФСБ Карачаева-Черкесии. В частных домовладениях в населенном пункте Сулак они обнаружили морозильные установки, в которых хранилось свыше полутонны рыбы и более 30 килограммов черной икры. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обнаруженная рыба и икра осетровых пород изъята и передана на хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий региона. Смертельно опасная встреча. Один человек погиб в результате столкновения автомашины ВАЗ-2109 с поездом. ДТП произошло на 33-м километре перегонного участка железной дороги в Бабаюртовском районе. По предварительной информации водитель девятки, 24-летний житель Ботлихского района, проигнорировал сигнал светофора о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с составом. От полученных травм он скончался на месте. В Махачкале в республиканской клинической больнице произошел пожар. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Прибывшие вскоре пожарные потушили пламя. Как выяснилось, очаг возгорания находился в подвальном помещении нефункционирующего строения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Избербаши в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Медики госпитализировали двоих пострадавших. Они находятся в ожоговом центре РКБ. ЧП случилось утром в одноэтажном доме по улице Юсупова. Хлопок газа произошел без последующего возгорания. Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении руководителя Центра занятостью «Успех». Проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок провели прокуроры советского района Махачкалы. Установлено, что в нарушении требований закона заключен государственный контракт на сумму более 11 миллионов рублей без использования конкурентных способов определения подрядчика. Кроме того, руководитель учреждения, достоверно зная, что заключенный им в 2018 году госконтракт признан судом недействительным, перечислил коммерческой организации за якобы проделанную работу бюджетные средства на сумму 4,8 миллиона рублей. В связи с этим в отношении учреждения и его руководителя возбуждено административное дело по статье 7.29 Кодекса об административных правонарушениях. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела прокуратуры взят на контроль. 50 тысяч за отсутствие регистрации. 95% дронов, находящихся у россиян, не зарегистрированы. Для владельцев дронов с 27 октября вступают в силу новые правила. Теперь они должны зарегистрировать его в Росавиации в течение 10 дней после покупки или ввоза в Россию. При этом заявки ведомство принимает исключительно в виде почтовых отправлений. Однако даже в случае регистрации запустить дрон просто так не получится. Владелец устройства должен будет заранее подать заявку в местные органы власти и получить на это разрешение. В документе надо будет указать маршруты и время полета. Нарушение чревато штрафными санкциями. В частности, за отсутствие регистрации дрона физическому лицу придется заплатить 50 тысяч рублей. И это все новости, что мы успеваем вам рассказать. Следите за новостями вместе с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова